Не так давно мы спросили у наших зрителей, куда отправиться на маленькой колясочке. Ответ пришел из Челябинской государственной филармонии вместе с пригласительными на всю нашу семью. Привет, друзья! Ну что, мы прибыли! Сзади меня находится не филармония, это оперный театр города Челябинска. А филармония находится ровно напротив меня. И прямо сейчас мы все вместе собираемся и идем туда. По рекомендациям экспертов, лучше ездить детям в автокреслах без верхней одежды. Но с двумя детьми, где один ребенок особенный, это слишком. Идем? Да! Ну что, друзья, мы уже в филармонии. Сегодня мы слушаем песни самого известного легендарного композитора Гладкова. Называется представление «Просни сипой». Ну что, мы проснулись, самое время петь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Честно говоря, я была удивлена, что Геннадий Гладков, которого я знаю по песням из мультфильма «Бременские музыканты», написал еще и песню «Просни сипой» из фильма «Джентльмены удачи» и прощальную песню из фильма «Обыкновенное чудо». А уж песню «Трубадура», «Принцессы» и «Бременских музыкантов» мы подпевали всем залом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концерт окончен, а у нас еще есть несколько дел впереди. Посмотреть на реакцию на нашу маленькую колясочку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дать интервью челябинскому изданию, которые специально приехали в филармонию в воскресенье. И взять интервью у артиста филармонии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что вы можете сказать интересного о филармонии для наших зрителей? О нашей челябинской филармонии я могу точно сказать, что мы можем смело похвастаться почти голливудской просто нашей концертной афишей, которая расписана, я не побоюсь этого, но на год вперед как минимум, а то и больше. А вот часто у вас проходят такие вот мероприятия для маленьких деток? Воскресные концерты – это вообще добрая традиция нашей филармонии. И практически каждое воскресенье либо здесь, в концертном зале Прокопьева, либо в зале камерной органной музыки. Детские концерты, они есть в репертуаре всех наших коллективов филармонических и у духового оркестра, и камерный двор, и солисты сегодня представляли песни в Гладковом, пели, играли, танцевали. Вот, так что да. Да, я обратила внимание, что у вас филармония предусмотрена под деток и взрослых с какими-то нарушениями. Да, это постоянная такая работа, знаете, вопрос открытости и доступности для всех. И я вам могу просто рассказать, что совсем недавно у нас появилась возможность тифлокомментирования. На входе получить наушники. В наушнике расскажут все, что происходит на сцене, кто в чем одет, кто как выглядит, кто куда идет, как поднимает руки. Спасибо, это очень здорово. Тифлокомментирование – это, конечно же, прекрасно, но мы хотели бы попасть на второй этаж филармонии. Ну что, мы забрались на второй этаж. Конечно же, лифтового помещения нет, но это не страшно. Мы быстро справились самостоятельно. И что вы думаете, на втором этаже самое главное, чего ждал Ярослава Василиса – буфет. Выбор, конечно, невелик, но нам важен сам факт покушать филармонии. Василиса решила именно здесь сидеть, чтобы лицезреть весь прекрасный вид филармонии сверху, с высоты птичьего полета. Василисочка, тебе вкусно? Да. Да? Да. Филармонии есть на что посмотреть, помимо представления. Например, выставку уральских художников. То, что меня просто очень удивило и поразило – все дети, которые были сегодня на концерте, они подпевали песни бременских музыкантов «Проснись и пой», как будто родители специально с ними учили вместе. Что касается нашей Василисы, ну, она отсидела весь концерт от начала и до конца. И только в конце попросилась в коляску и двигалась уже к выходу на аплодисменты. Ну, собственно, это обычная такая позиция – ребенка поскорее слинять откуда-нибудь и Василиса – не исключение. А как обстоят дела с доступной средой в других странах? Наша подписчица Ольга Дацкевич, мама Смайлика Риты, поделилась кадрами из музея «Замик» города Познань, Польша. Мы зашли внутрь этого замка, Центра культуры. Вот тут выставка, и мы ждем сейчас охрану, чтобы нам подняли вот эту, ну, запустили эту платформу, чтобы подняться на ступеньки, а потом уже там будет лифт. Сейчас сказали, прямо будем подождаться. Я обратила внимание, что из-за пяти ступенек организовали специальную платформу, благодаря которой инвалид может посещать музей самостоятельно. Субтитры делал DimaTorzok Знаете, я хочу сказать, что меня очень поразило, удивило и одновременно порадовало. Мы сегодня особенные были не одни. Я видела мальчика с ДЦП, с мамой пришли на концерт послушать песни, порадоваться этому дню. И знаете, мне так было здорово, мне так хотелось подойти и сказать, молодцы, здорово, здорово, что мы вместе, что мы не одни. Но почему-то я не набралась смелости, но этот факт меня однозначно сегодня очень порадовал. А вообще, я настоятельно рекомендую вам посетить филармонию в одно из воскресеньев всей семьей, дети, родители, взрослые, бабушки, обязательно. Потому что сегодня концерт прошел на одном дыхании. Мы слышали, мы радовались, мы улыбались и, конечно же, аплодировали. Сегодняшний день действительно праздничный. Поэтому рекомендуем сходить в филармонию всем. Кто вы, Филиска? Классно провели время. Дэй, теперь домой спать пора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин